Меня зовут Егоров, мне 23 года. Сам я с города Челябинска. Приехал в Питер три года назад для развития, так сказать. Так я раньше думал. Учился в школе, после девятого ушел в колледж, начал заниматься спортом. Потом бросил колледж, начал только спортом заниматься, потому что у меня это дело очень поперло. Начал в этом развиваться, обзавелся барышней. Все было хорошо. Переехал в Питер и получил травму из-за спорта. И все как-то пошло неладно. Ссоры с девушкой, новые знакомства, плохие какие-то знакомства. Начал идти под откос. Начал выпивать, ходить по клубам, по заведениям, по барам, драться на улицах и так далее. Мне понравилось бухать. Я постоянно пил на протяжении лет трех где-то. Сколько ты сейчас в день бухаешь? Ну, сейчас уже прилично начал много выпивать. Где-то банок 5-6 в день это минимум. Наверное, так много, потому что здоровье позволяет спортом как-никак занимался. Могу пойти купить бутылку водки себе и за вечер ее в одного улыбить спокойно. Почему бы нет? Пил, никак не развивался, жалел себя. Бросила девушка. В принципе, я не знаю вообще, что мне сейчас делать. Лушу свое горе алкоголем. Незнание. Закрываю этим. Сидел, смотрел видосы всякие на ютубе, в интернете и увидел твое шоу на «Жизнь на прокачку» и просто решил написать. Подумал, что обычно это такое разводило. Напишешь и тебе не ответят. И все. Как бы это такой крик души был. Почему бы и нет? Я же ничего не потеряю от этого. Если у меня получится завязать с алкоголем, если ты мне в этом поможешь, то я начну сводить с лица татуировки и начну опять заниматься спортом. Вернусь в прежнюю жизнь. Я хочу стать нормальным человеком. В первую очередь я сам себе даю такое слово, что если у меня получится завязать с алкоголем, я кардинально поменяю свою жизнь к лучшему. Ну, надеюсь, что это последние бутылки в моей жизни будут. Ну что, ребят, я на месте. Вот должен подойти Егор с минуты на минуту. И для меня это тоже волнительно, я думаю, как и для него. Поэтому ждем его и узнаем, как у него дела. Готов закончить свои алкобудни, алкотрипы свои? Да, готов, но я немного сомневаюсь, надо ли мне это вообще, помощь, что-то организм себе вкалывать, подшивать. Я не очень понимаю, мы же с тобой договорились и все уже в курсе, что мы будем делать тебе, подшивать тебе. В чем проблема-то сейчас у тебя? Я думаю, что я сам могу справиться. Сколько ты времени бьешь? Долго, долго. Значит, за это время ты сам не смог справиться, правильно? Ну, тем более ты же, я как бы для тебя это все организовал, по сути, поэтому... Ну, я, я не знаю, просто не знаю, как-то стремно мне. Ну, во-первых, не парься, во-вторых, ну, если ты сейчас уйдешь или как-то на что-то не получится, ты подставишь меня, а тем самым я подставлю зрителей. Поэтому, ну, я думаю, что мужчина должен держать свои слова, поэтому просто попробуй не думать об этом. Пойду к врачу, вот, ну, все переговорю. Правильно, тут подождать? Да, да, ты просто пока сиди здесь. Блин, дружище мне, че-то, как-то вообще не по себе. Как-то Саню неохота подставлять на че-то. Мне вообще не нравится эта история. Баба, кем, надо. Ты выйти, я хочу, типа, фиг знает, я че-то, как-то писаться хочу от этой темы. Сейчас, сейчас я приду. Он подышал, он подышал, куда он, подышал. Ты, я вот... Алло, 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 Егор. Егор, ты где? Куда ты ушел? Ты можешь, ты можешь туда же вернуться, куда мы с вами встретились? Возьми себя, возьми себя в руки, пожалуйста. Ты же взрослый человек, мы с тобой договорились. Ну, ты же не хочешь меня подставить, зрителей. Ну, ты же, это просто полный бред. Ты должен вернуться назад. Если ты не вернешься, твоя жизнь останется такой же, как и была. Ты это понимаешь? Ты же хочешь изменить. Ты же не зря мне написал. Мы же не зря с тобой встретились, понимаешь? Вернись, пожалуйста, назад. Мы с тобой сейчас все обсудим. Все, давай, окей. Пошли. Сейчас должен подойти. Не, ну это, конечно, какая-то полная херня. Взрослый мужик. Ну, во-первых, ты врачей подставляешь, во-вторых, меня. Да, блин, мужик. Пошли, пошли, все. Ну, давай, веди себя, пожалуйста, нормально, адекватно. Теперь я просто тебе ни одного не оставлю. Вот и все. Пойдем. День добрый. Добрый день. Вот, собственно, человек, который готов... Загадите, присаживайтесь. Давай, садись. Здесь настольчик. Общаемся немного. Вас как зовут? Егор. Егор. Меня Игорь, я врач-психиатр-нарколог. Вот, хотим вам немного помочь. Егор ко мне обратился. У меня шоу на YouTube «Жизнь на прокачку», где я помогаю людям. Егор мне написал с таким сообщением, с таким посылом, что он давно употребляет алкоголь и, наконец, хочет закончить это делать. И, собственно, я вот его привел для того, чтобы эта вся эпопея закончилась. Ну, расскажи, что привело к нам? Какая ситуация? Ну, у меня, можно так сказать, проблема с алкоголем. Ну, просто бухать начал много. Запои появились или вот какая форма употребления? Или каждый день выпиваешь? Да и каждый день вечером заходил в магазин к стяжке пива. Перерывы были максимальные какие-то за последний, не знаю, год, чтобы месяц, трезвость, там, было такое? Да, максимум, наверное, день-два. Это самый максимум. Руки трясутся, тревога, беспокойство, сердцебиение. Хочется выпить, чтобы снять это состояние. Уже есть? Ну, это у меня постоянно такие ощущения. То есть с утра некомфортно, а? А что-то по здоровью, может быть, какие-то проблемы уже стали появляться? Или еще не обращал внимания, не знаю, там, давление? Ну, давление, я не знаю, с этим это связано или нет, но давление постоянно скачет, и головные боли. Но я не думаю, что это с алкоголем связано. Мы вводим препарат. На какой срок уже есть желание отказаться от алкоголя? Типа неделя, год, пять. Ну, полгода, три месяца. Начинать надо с какого-то такого реального, чтобы это было. Чтобы 50-лик за компанию не... Да, 50-лик за компанию, с этим препаратом можно токсическое поражение печени получить, и потом всю жизнь оставшуюся лечить. Поэтому здесь я это расскажу, какие последствия бывают. Мне понять, вот, пока какой настрой. Потому что на этот срок, который мы будем делать полностью, надо будет отказаться от алкоголя. Да, да. Включая пиво. Ну, тогда переходим к технической части. Нам надо будет заполнить карточку, взять расписки. И там уже я более подробно расскажу про препараты. Здесь написаны все предрасторожности и препараты, продукты лекарственные, которые точно нельзя... Ну, по поводу спирта содержащего, надеюсь, понятно. То есть, все спиртное, пиво, вино, водка, все, что содержит этиловый спирт, с препаратом с этим несовместимо. То есть, все, что где есть спирт. Я вот у знакомых интересовался. У меня много людей говорят, что это просто пустышка. Такой флакон с масляным раствором. Здесь написано десульферам. Это вещество, которое вводится на дно. Мы его нагреем перед введением. Он блокирует фермент, который расщепляет ацетальдегид. Ацетальдегид – это токсический продукт метаболизма алкоголя. В норме он должен выводиться. Сейчас начинается самое интересное, потому что я никогда не видел, как подшивают алкоголиков. И я думаю, что это будет интереснее мне и вам. Сейчас попить. Да, да, попей, окей. Ну, а пока все подготавливается, друзья, напишите в комментариях то, о чем вы мечтаете. Возможно, вы хотите как-то, чтобы я вас прокачал. Или у вас есть какое-то желание, которое вы никак не можете сами выполнить. Обязательно напишите мне, я постараюсь сделать все для того, чтобы оно сбылось. Пересохло. Я переволновался. Ну и что, это на самом деле серьезный шаг. Так, ну что, идем? Готов? Да. Игорька, давайте выходим. Субтитры подогнал «Симон» Пиздец, как больно. Я лежал, морщился, с одного глаза потекла слеза, было жестко. Друзья, большое спасибо хочу сказать клинике доктора Лазарева, а в частности доктору Игорю Александровичу. Игорю Александровичу, большое спасибо за то, что помогли, во-первых, мне снять ролик, во-вторых, за то, что помогли исполнить мечту Егора. Это на самом деле большой шаг. Да, ну вот я говорю, что самое главное, что он дошел, это первое, что не убежал. Хотя, да, люди половину на этом этапе не доходят. Второе, что он себя переоборол. Почему нужна такая психотерапия, восстановление личности? Но это все пока человек употребляет, сделать невозможно. Поэтому мы здесь заложили фундамент. А дальше, если он будет предсоблюдать наши рекомендации, посещать специалистов, думаю, что у него отличная перспектива. Да, ребят, есть ли у кого-то какие-то трудности с алкоголем, или, может быть, родители выпивают, и вы не знаете, что делать? Ссылочку я оставлю в описании. Переходите, там будет сайт, можете позвонить, получить какую-то консультацию, или просто прийти сюда в клинику. На самом деле у меня на следующие 2-3 дня сразу поменялось мировоззрение. Я понял то, что мне теперь нельзя пить, и я начал как-то по-другому смотреть на вещи. То есть, как мне жить без бухла. Начал развиваться потихонечку спортом опять, потихонечку. То есть, это пробежки, зарядки с утра. Самая моя большая радость – это то, что я завел собаку. Как и хотел, в принципе. Да? Это вот лаше, ангелочек. Да? Иди ко мне. Не надо жалеть себя, когда что-то произошло в жизни. Не надо убиваться алкоголем, отмазываясь то, что это помогает мне забыть какую-то херню, которая произошла со мной. Это все пустые оправдания. Ты просто тратишь очень много денег на бухло. Ты тратишь свой организм. Ты ссоришься с близкими тебе людьми. Ты теряешь друзей. И, в принципе, ты со стороны выглядишь как говно. То есть, я посмотрел фотографии, которые я делал недавно, да, в годишней давности. И сейчас я просто смотрю, понимаю, какой я был ужасный, усратый, блин, толстый, некрасивый. То есть, это сразу-то и не бросается в глаза, если так посмотреть. А посмотреть со стороны, ну, то есть, я ужаснулся. Я понял то, что нет, все, пора менять жизнь. И советую также людям заниматься какими-то хорошими вещами. Без допингов, без наркотиков, без алкоголя, потому что это ни к чему не приведет. Саш, хочу тебе сказать большое спасибо, то, что ты не промолчал, ты ответил мне. И помог мне вот с моей проблемой, которая у меня была. И это очень многое для меня значит, и я буду стараться жить правильно, то есть, как тебе и обещал, в принципе. Друзья, этот ролик дался мне очень нелегко, просто потому, что я снимал его на протяжении трех недель. Вы только себе представьте, нужно было найти клинику, договориться с врачом, в общем, все организовать и, наконец-то, все это смонтировать. Поэтому, друзья, я очень сильно вас прошу поддержать меня и поставить лайк этому видео. Также напишите в комментариях, как вы думаете, сможет ли Егор продержаться эти полгода и ни разу не употребить алкоголь. Ну, а с вами был Александр Жучкин, смотрите мои прошлые видео, подписывайтесь на канал, пишите свои мечты. До новых встреч, пока!